Она вторая следом за Маргаритой Мамун. Поздравляем наших девушек с успешным началом. И кореянка, кореянка третья. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень проникновенно. Да, очень лирично. Ну, вот единственный момент мне показалось, она подстраивалась под ловлю мяча, когда высоко его подбросила. Да, и этот момент, да. И немного не удался последний элемент, это поворот фуэте. Гимнастка должна выполнять его на одном месте. И чуть-чуть как бы повело в сторону, она сместилась. И я думаю, что несколько последних поворотов будет не засчитано. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, зрители в Казани благодарны. В любом случае, Ян Джисон за это выступление аплодисментами наградили спортсменку. Ждём оценки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, 17.75. Ну, в целом неплохо, в целом неплохо, но не чемпионские цифры. Я думаю, что нет. Да. Не чемпионские. Мелитина Станюта. Студентка Белорусского государственного университета физической культуры. Лидер сборной Беларуси. Мы уже отмечали. Конечно, похоже на свою знаменитую прабабушку. Да, именно своим артистизмом. Такой подачей, очень хорошей, хорошей энергетикой. Может быть, кто-то не знает. Мелитина правнучка замечательной, выдающейся актрисы, народной артистки Советского Союза, Стефании Станюты, которую мы помним по очень многим фильмам. Белые росы. Люди на болоте. В три года пришла в художественную гимнастику, как мама ее рассказывала. Гуляли возле спортивной школы, и вдруг оттуда выскочила тренер, которая сказала, вам надо в секцию, вам надо в художественную гимнастику. Ну, очень хорошо, что так произошло. Иначе гимнастика бы осталась без такой яркой гимнастки. Тренерская удача. Сама довольна. Да, молодец. Молодец. Мелитина с Сейта. Ну вот, давайте еще раз в повторе понаблюдаем за этим эффектным выступлением. Я уже говорил о том, что ей уже и в силу опыта, и в силу, может быть, действительно природного артистизма подвластны многие образы. Там, начиная от женщины вам и заканчивая созданием какого-то очень лиричного и, если хотите, нежно подданного образа. Так, оценка Мелитины Станюты. 18 баллов ровно. Да, действительно, хорошая оценка. Приглашается Елизавета Назаренкова. Елизавета Назаренкова, представительница Узбекистана, которая была запасной, резервной спортсменкой в соревнованиях с обручем. Елизавета Назаренкова. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 и демонстрирует. Да, чтобы мяч не дробил, как говорят. Ловлю в одну руку. И вновь. А он сейчас не просто в одну руку, а еще и на прыжке. На прыжке, да. И еще с вывернутой рукой, как бы без зрительного контроля. Ну, вот это фирменный Янин элемент. Всегда вызывает аплодисменты. Великолепно, просто великолепно. Здорово. Здорово, прекрасная работа. Все, все сделала. Я вижу, как довольна Ирина Александровна, как довольна Елена Львовна Корпушенко. Конечно, все удалось Яне, все. Именно сложнейшая, уникальная работа с предметом. С предметом, да. Я думаю, оценка будет очень высокая. Вот этому элементу многие бы футболисты позавидовали. Этому финту. Ну, вы знаете, гимнастки умеют все. Здесь, правда, мяч немножечко другой, но... Уникальные Янины перекаты. И один элемент переходит в другой элемент. И мы не видим никаких подготовок, ничего, чтобы нам помешало насладиться. Абсолютная плавность, абсолютное, что называется, перерастание одного элемента в другой. 19 баллов! 19 баллов! Ну, я бы поставила даже еще больше. Я не нашла, за что можно было снять Яне. Приглашается Ксения Мустафаева. Франция. Пожалуйста, позвольте. Ксения Мустафаева. Сборная Франции. Второй раз мы видим с вами на этих соревнованиях оценку 19 баллов. Да, Маргарита Мамун получила в многоборе именно тоже за упражнение с мячом. 19 баллов. Ну, Маргарите Мамун закрывать эти соревнования. Она будет... У нее восьмой стартовый номер. Ксения Мустафаев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот то, о чем мы говорили, да, разница сразу, да? Да, сразу ощутимо. Ловля в две руки или в одну? Это и называется класс работы. Хотя Ксения очень сильная гимнастка. Вот сейчас вы видели тоже очень оригинальную ловлю. Но, к сожалению, почему-то позволяет себе ловить мяч в две руки. Не в очень сложных ситуациях. И тоже поехала, поехала на фуэтэ. Да, да, это ошибка. И не получилось. Финальная ловля предмета мяча. Ну, хорошо, что в одну руку поймала мяч Ксения. Да, вот так вот, конечно, если сидишь на трибунах и первый раз в жизни видишь соревнования по художественной гимнастике, невольно может вопрос возникнуть. Ну, а почему такая разница? А почему, да? Ну, теперь вы уже понимаете. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 17.45. 17.45. И пока это оценка, которая лучше лишь оценки Сакуры Хаякавы. АПЛОДИСМЕНТЫ Из шести выступивших, соответственно, у нее пятый результат. Потому что у Назаренковой на пять десятых балла выше. На пять сотых. На пять... Почему сотых? На пять десятых. А, да, на пять сотых. Прошу прощения. Никогда не был силен в математике. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хотел сказать, что у Назаренковой на пять десятых как раз хуже, чем у Мелетины Станюты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а это вторая представительница сборной команды в Белоруссии. Катерина Галкина. Четвертое место в Благоборье. Чуть-чуть, по-моему, пришлось тянуться за мячом. Да, бросила немного вперед мяч Катя. Такая оплавленная свечка получилась. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас все очень четко. Очень четко и хорошая точка. Да, Ирина Лепарская, главный тренер сборной команды Белоруссии, кричит «Молодец!» АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok